Самой крупной победой в истории Химок завершился футбольный матч с дублем столичного локомотива. Встреча в рамках 35-го тура зоны Запад 2-го дивизиона проходила на поле стадиона Родина, домашней площадки красно-черных. В текущем сезоне железнодорожники были первыми соперниками химчан, и в стартовом матче команды разошлись в ничью 2-2. В этот раз химки показали более уверенную и результативную игру. В этом убедилась Екатерина Юшина. Уже с начала матча хозяева поля завладели инициативой. Результаты принесли быстрые атаки. На шестой минуте первый гол ворота москвичей забил Данил Чертов. На 13-й Сергей Скобляков, а за несколько секунд до свистка 55-й номер оформил дубль. Красно-черные продолжают борьбу за третью строчку турнирной таблицы зоны Запад, в то время как Локомотив, считавшийся в начале сезона одним из фаворитов, сейчас лишь на восьмой строчке. Что по сегодняшней игре, то борьба у московской команды идет уже скорее за честь, но у химок ситуация другая. И важен каждый гол, а их по итогам первого тайма на счету красно-черных уже три. Думаю, что играют на уровне второго дивизиона. Я думаю, на следующий год смогут перебраться в первый. Но вся команда играет хорошо, это общая заслуга 3-0. Локомотив, конечно, не лучшая игра, но химки на очень хорошем уровне. После перерыва Локомотив 2 провел несколько опасных атак к ряду. Но, к счастью для химчан, ни одна из них не завершилась попаданием. На 70-й минуте красно-черные провели контратаку. Козлов прострелил вдоль штрафной, а Подберезкин вколотил мяч в рамку. Чуть позже Игорь Лаврентьев также пополнил копилку, удачно исполнив штрафной. А на 90-й минуте подачу с фланга замкнул Чаверев. 6-0. Безоговорочная победа химок. Просматриваю Локомотив, готовясь к нему. Если им дать волю, они будут возить также нас. Может быть, они не в лучшем состоянии были, но первые мячи и абсолютно правильные действия всех игроков практически на поле. То есть не дали никаких шансов. Сегодня игры как таковой не было, доминировала одна команда, которая выиграла с таким счетом. Я могу только поздравить химки с хорошей игрой и с таким результатом. Итог победы над дублем столичного Локомотива стал рекордным для красно-черных, позабитым в одном матче голам. Таким образом, химки поднялись на третью строчку турнирной таблицы и готовятся к следующей игре. Она пройдет также на домашнем стадионе Родина. 5 июня в гости к подмосковной команде пожалует Смоленский Днепр. Начало в 18.30. Екатерина Юшина, Олег Мелехов, Служба новостей. Продолжение следует...